Не секрет, взрослая жизнь дает немало опасностей, и очень важно помочь подрастающему поколению шагнуть в неё уверенно. Особенно, если речь идёт о детях-сиротах. Выпускной для них, пожалуй, первый серьёзный рубеж. К нему ребята подходят с багажом знаний и с выбранной профессией. Завтрашний день их не пугает, многие уже знают, кем будут. Слесарем, инструменталом, вроде так. А почему выбрал данную профессию? Ну, потому что я с детства любил возиться с различной техникой. Планирую устроить свою личную жизнь, но в детский дом я иногда буду возвращаться, увидеть воспитателей и директора. Для выпускников детских домов распахнут двери вузы и СУЗы области. Как показывает практика, они выбирают, как правило, рабочие специальности. В ТОПе повар, продавец, швея, механик и слесарь. В этом году есть и те, кто планирует поступать и в университет. Таких трое. А вообще, для сирот есть привилегии, которые помогают получить не одну профессию. У них законом предусмотрено право на получение двух профессиональных образований. То есть, получив одно профессиональное образование в колледже, они могут продолжить получение другого профессионального образования. Они будут жить в общежитиях колледжа. Или они, ну да, и на выходные, и на праздничные, и на каникулярные дни они могут приезжать в детские дома. Поступить на специальность гостиничные дела и в будущем открыть свой отель мечтает Вероника. Девушка попала в детдом пару лет назад. Сейчас там остаются ее младший брат и сестра. Вероника планирует забрать их как можно скорее. Атмосфера очень доброжелательная. Все как по-домашнему. Как будто находишься дома, только в окружении большой-большой и огромной семьи. Кому будешь больше всего скачать? По воспитателям. Потому что они все время были рядом. В этом году выпускаются 54 воспитанника из 8 детских домов области. Ребята принимают видеопоздравления от волонтеров из различных регионов России. Выбрать правильный путь и создать в будущем свою семью. Это пожелание воспитанникам детских домов на праздники звучало чаще всего. И всегда искренне. Вам удачи, счастья, вам правильного выбора и всего самого лучшего. Знайте, мы рядом. Мы всегда протянем вам руку помощи, если она вам будет необходима. Удачи вам и в добрый путь! Впереди у ребят насыщенная, яркая, самостоятельная жизнь. Но они всегда смогут вернуться в детский дом, который стал родным, чтобы поделиться успехами или получить поддержку. Екатерина Корнилова, Александр Гровов, 6 канал.